Пишут нам, кого вы подготовили. Вот, например, лично моя задача не подготовить кого-то в тяжелой атлетике. Если мы не будем новые какие-то технологии использовать, то мы, а тренироваться так, как раньше, когда рвались по старым методикам, то мы просто останемся на том уровне, на котором тогда спортсмены выступали. Еще такой вопросик. Сейчас, после того, как вышли наши видео, стали выходить, смотрели, Григорий показывал или нет, они называются «Научный подход» с нашим участием, где мы как раз затрагиваем тяжелоатлетику и все остальное. И вот в тяжелоатлетике просто такой провал, я не знаю, было это когда-нибудь или нет, когда именно какие-то научные данные шли в спорт. Было такое или нет, но сейчас, когда мы пытаемся донести какую-то информацию спортсменам, тренерам, чтобы это помогло им в подготовке, кто-то говорит «Спасибо», но есть еще и негативная сторона, где люди отзываются в том смысле, что кто вы такие, выступаете умниками, вы хоть одного мастера спорта подготовили или нет, а я типа того со своей методикой, скажем так, довожу своих спортсменов до чемпионов России, и кто из нас как бы продуктивнее в этом виде спорта. Вы, кто умничаете, или я, кто работаю и своим делом показываю результат? Вот прокомментировать не можете как-то? Вот почему эти люди, ну, как бы прогрессируют, скажем так, выполняя неправильные тренировки? Здесь нужно немножко с другой стороны посмотреть, то есть нам часто говорят, да, вот мы тренировались, и мой тренер давал так тренироваться, и все росли. Но нужно понимать, что если мы не хотим остаться на старом уровне, то надо что-то новое изобретать. И поэтому вопрос, почему так никто не тренируется, все дураки, что ли, это вопрос на самом деле разных. Если мы не будем новые какие-то технологии использовать, то мы, а тренироваться так, как раньше-то дорвались по старым методикам, то мы просто останемся на том уровне, на котором тогда спортсмены выступали. А в данном случае нужно идти вот именно на теоретическое обоснование. И в спорте, и в тяжелой атлетике таким вот прорывом это была система Абаджиева, когда человек совсем с другой методики посмотрел, убрал все циклирования нагрузки, которые вот у нас Матвеев навязывал. Еще ему, Воробьев уже с ним начал очень сильно ругаться тогда, и говорил, что не работает эта система тяжелой атлетики, что низ веса, меньше 80%, меньше 90%, там применяться не должны, что это полная глупость будет. Опять же, вот если я перечитывал недавно, «Справедливость силы», и как там Власов описывает, что с ним Матвеев делал, что по 4 часа в день там тренировался, стоял жадно, пил воду после тренировки, потому что ничего не пил. Просто было реально издевательство, почему он износился и не смог выиграть уже Батинского. Просто загнал его Матвеева. Власов пишет, он про это не пишет, он пишет, что там тренировки по уму, тренировки по науке, но там он настолько четко описывает свою перетренированность, что в зал не мог родить, что все это было. Поэтому да, можно говорить, что да, вот Матвеев, там, вот Власов помог, и так далее, и тому подобное. Но надо смотреть вдаль. И не принимая чего-то нового, мы просто останемся на старых результатах. Еще раз. Слушай, пример приведу. Вот лет 15-20 назад тренеры в большинстве видах спорта не разрешали пить воду во время тренировки. А сейчас тренеры эти же, не то, что они разрешают, они прям бегают за спортсменами, выпейте воду, выпейте воду. Чего же вы поменяли свое мнение? 50 лет назад спортсмены становились олимпийскими чемпионами, тренируясь на тренировках и не пили воду. Прошло 50 лет, спортсмены тренируются, пьют воду на тренировках и становятся олимпийскими видами спорта, олимпийскими чемпионами. Понимаешь, какой я пример привожу? Ну, я понял. В общем, ответ такой, что надо эволюционизировать, получать какую-то информацию, пробовать. Да, будут ошибки, но будет и результат, и тогда будет прогресс. А некоторым тренерам, которые реагируют на нас с непонятной, с какой-то агрессивностью, посоветовал бы, не надо, бояться слова не хочу говорить, бояться нечему и некому нас. Просто реагируют, такое ощущение, как будто боятся, ну, в кавычках, что мы на их места претендуем или еще что-то. Да нет. Пишут нам, кого вы подготовили. Вот, например, лично моя задача не подготовить кого-то в тяжелой атлетике. Я тренер по физической подготовке в единоборствах, в игровых видах спорта. Я просто советую тренерам или штангистам, как нужно правильно тренироваться, процесс тренировки. А там сами смотрите. Продолжение следует...